Когда слушаешь западных аналитиков, читаешь западные СМИ, складывается такое впечатление, что они озабочены судьбой Башара Асада больше, чем собственные телохранители Асада. На мой взгляд, во-первых, действительно Асад должен остаться президентом Сирии на переходный период. Сколько этот период будет длиться? Полтора или два года? Просто хотя бы потому, что если сейчас убрать Асада, мы разрушим всю конструкцию власти в Сирии. И договариваться придется уже не с единым сирийским правительством, а с теми генералами сирийской армии, которые в одночасье станут полевыми командирами. То есть, условно говоря, не с одним Асадом, а с десятью Асадами. Это практически невозможно, могу сказать, как человек, бывавший неоднократно в Сирии и на Ближнем Востоке. Что касается дальнейших путей сирийского урегулирования. Вот самое важное, на мой взгляд, это создать в Сирии такую политическую систему, которая бы способствовала стабильности в стране и удовлетворяла бы интересы всех групп сирийцев. Сирия страна очень разноплановая, очень разновекторная, поликонфессиональная. Есть несколько религиозных общин, сунниты, оловиты, друзы, шииты, христиане сирийские. Очень разные регионы. Допустим, жители Дамаска живут совсем не в жизненных укладах, экономически совсем не такой, какой у бедуинов в северо-западной Сирии, в тех же провинциях Ракка, Дейрозор и так далее. Задача состоит в том, чтобы создать политическую систему, приемлемую для всех. Естественно, эта система должна обладать демократическими элементами, потому что госпожа Маккормак правильно заявила, что та политическая система, которая существовала в Сирии до кризиса, во многом его породила. Была сверхцентрализация, был произвол спецслужб сирийских, мы все это знаем. Было подавление оппозиций, и более того, даже партия БААС, которая при Хафизиасе занимала очень сильные позиции, в период президентства Башара Асада ей пренебрегали откровенно, поэтому она не могла выступить, к сожалению, стабилизирующим элементом, когда начался сирийский кризис. Таким образом, необходимо создание новой политической системы. Я думаю, что этот вопрос требует очень тщательной проработки, безусловно, и какие-то первые выборы в Сирии нужно начинать не раньше, чем через полтора-два года, когда политические силы в Сирии окончательно кристаллизуются, появятся новые политические партии, движения и так далее. Должно обязательно произойти обновление политической элиты в Сирии, безусловно. Но здесь не нужно больших иллюзий испытывать в отношении эмигрантской сирийской оппозиции. Многие из этих людей, они по 15-20 лет не жили в Сирии, они во многом утратили позиции на местах, и, что самое главное, они не контролируют вооруженные группировки в поле в Сирии. То есть новая политическая элита в Сирии должна складываться как из здоровых элементов, поддерживающих пролиста Асада, так, может быть, и из полевых командиров вооруженной оппозиции. Но эмигранты сирийские, большинство мало в этом могут помочь, на мой взгляд, просто в силу объективных факторов. Что касается федеративной системы в Сирии, вызывает это предложение, оно вызывает большие вопросы, потому что как правительство Асада, так и многие очень люди в оппозиции являются такими сильными арабскими националистами и не хотят появления курдской автономии на северо-западе Сирии, считая это фактором раскола Сирии в дальнейшем. Но курдский фактор мы никуда не можем убрать. Курды являются реальной политической силой на севере Сирии, они противостояли довольно эффективно террористической группировке «Исламское государство», и поэтому, естественно, какие-то элементы федерализации должны быть внесены в новую конструкцию Сирии.